Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире ПЛН-ФМ программа «Беседка». В гостях у нас сегодня Владимир Геннадьевич Якунин, заместитель начальника главного управления МЧС России по Псковской области, начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы. Добрый день, Владимир Геннадьевич! Добрый день! Тема нашей сегодняшней программы «Весенние палы травы». Буквально неделю назад с вашими коллегами в этой же студии мы общались по поводу паводка. Казалось бы, всего неделя прошла, но уже новая актуальная тема – это палы травы. Начались ли они уже в регионе? В каких, может быть, районах наиболее сложная обстановка сейчас? Да, начался у нас переход от паводка, сразу такой без перерывов, без паузы, да, сразу к пожароопасному сезону. Пожароопасный сезон у нас открылся с 10 апреля, с поддельника с этого. Значит, и, в принципе, официальное открытие, оно, наверное, совпало с фактическим открытием данного пожароопасного сезона. У нас начались уже палы травы. У нас на сегодняшний день зарегистрировано 19 таких фактов. Общая площадь данных палов составила 7,8 гектар. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество чуть увеличилось, но площадь осталась на том же уровне. Палы травы у нас в основном фиксируются на территории Псковского и Великолугского района. На сегодняшний день на территории Псковского района уже введен особый противопожарный режим, то есть введены дополнительные требования пожарной безопасности. Поэтому работа идет в плановом порядке, силы средства готовы, работаем как и по профилактике, так и по ликвидации природных пожаров. Вы упомянули термин «официальное открытие пожароопасного периода». А что это означает? Официально пожароопасный сезон открывается нормативным документом Псковской области, постановлением правительства Псковской области. От 7 апреля на прошлой неделе номер 158 было объявлено о том, что с 10 апреля начинается пожароопасный сезон. И уже, соответственно, с этой даты мы предъявляем особые требования к органам местного самоуправления. Мы уже начинаем проводить проверки населенных пунктов, которые подвержены угрозе лесных пожаров и ландшафтных пожаров. Смотрим, как произведена опашка в данных территориях, исправность и наличие пожарных водоемов, система оповещения в этих населенных пунктах. То есть это как такой старт для нашей деятельности в плане проверки готовности объектов и населенных пунктов к пожароопасному сезону. Наиболее сложная обстановка, как вы упомянули сейчас, в Великолугском и Псковском районе. Это традиционно так или в этом году сложилось? Нет, на самом деле это, наверное, из года в год ситуация так складывается в связи с тем, что все-таки и население данных районов, оно более значительное, чем другие администрации районов. И скопление населения, все-таки деятельность на данных территориях ведется более бурная, людей больше. И, соответственно, фактов возгорания тоже больше. А есть ли какая-то разбивка по причинам вот этих возгораний? Случайно ли, как говорят, донышко разбитой бутылки, яркое солнце, готов вам пожар? Либо люди сознательно пытаются выжечь. Вот это есть традиция такая странная, заблуждение и миф, что нужно уничтожать старую траву с помощью огня, а глядишь, там свежая трава быстрее вырастет. Либо это неосторожность при обращении с огнем, когда первые теплые деньки, люди на радостях выходные стремятся попасть скорее на дачи или за город. И шашлык традиционный и так далее. Попала искра, начался пал травы. Какие причины чаще всего встречаются? Ну вот на самом деле вы вот эти самые причины, наиболее часто встречающиеся, вы их уже и перечислили, да, как бы действительно. И как-то их разделить на вот этих больше, этих меньше, они даже вот я вот, наверное, скажу, что то, что вы перечислили, они как-то в равных долях, да. То есть кто-то действительно до сих пор еще использует такой метод для очистки своего участка, да, от прошлогодней травы, от мусора, там, от каких-то веток, от листвы. То есть и банально просто поджигает ее, ну и контролирует, рассчитывая на то, что он справится. Он из года в год это делал, как бы все проходило довольно спокойно, никаких происшествий не случалось, как бы. И такие люди, как бы, они, их достаточно много, да, они этим и занимаются. Но тут нужно, опять же, у нас все-таки природа, она так непредсказуемая, и порой ветра, они, то есть, то есть, изучаются, так сказать, без предупреждения. И как-то отреагировать уже, возможно, и не получится оперативно для того, чтобы предотвратить это. Что показывает и практика. У нас, ну, на практике в Псковской области есть достаточно примеров, когда граждане таким образом пытались очистить свой участок, в итоге оставались без жилья. Участок есть, жилья нет. Да, и они оставались без своего жилья, еще и соседский дом, значит, тоже был уничтожен огнем. Ну, и хозпостройки у нас сгорали, то есть, это, ну, не новость, как бы, и, ну, мы стараемся в ходе профилактической работы донести это до населения, как бы, ну, в основном получается, но все-таки где-то люди надеются на волю случая, на то, что они все предотвратят, оперативно среагируют, но не всегда это получается. Ну, а другие, да, кто-то от шалости был период, ну, сейчас тоже такие случаи встречаются. Товарищи черные копатели, которые ходят и ищут там и металл и так далее, по полю все-таки по выжженному проще ходить, чем по этому. Поэтому с ними тоже работу проводим и с официальными службами, которые этими поисковыми, которые занимаются, для того, чтобы, как бы, ну, предотвратить такие вещи, потому что, ну, конечно, это недопустимо. А что касаемо там, есть поверье, что плодородность улучшается почвой, что действительно... Удобряется залой. Да, что в действительности наоборот, да, плодородность здесь наоборот почвы, она уменьшается, в ходе данных пожаров там повреждаются и корневая система, там, деревьев, кустарников, экосистема, такие, как там и насекомые гибнут в ходе пожаров, а если это какой-то лесной или крупный пожар, то и животные даже погибают. Поэтому эти все, как бы, заблуждения, они такие, так скажем, с давних времен, и вот мы стараемся, конечно, чтобы до людей донести эту опасность, что не стоит все-таки играть и с огнем, и, значит, уповать на волю случая, необходимо соблюдать требования пожарной безопасности, тогда у нас и наше жилье будет имущество в сохранности, так и имущество наших там соседей и других граждан. Ну вот как раз об имуществе вы упомянули, Владимир Геннадьевич. Вопрос, есть ли какая-то статистика по предыдущим годам, да, можно ли подсчитать, в принципе, тот ущерб, который наносят палы травы Псковской области людям, которые не проживают? Ну, если брать вот именно по количеству ущербов, то как таковую статистику я в настоящее время, наверное, не назову, по той причине, что фактов переходов на жилые строения, объекты экономики, инфраструктуры у нас за последние три года не было зафиксировано. То есть ранее-то, да, действительно такие факты были, и были и жилые дома, и какие-то объекты торговли, то есть это все у нас, такие факты случались. А тут же еще не только относится к имуществу, так скажем, к личному граждан, да, ведь палы травы, они создают реальную угрозу и для лесного фонда. Да, палы травы это, ну, не редкость, а зачастую это основная из причин лесных пожаров. И уже когда лесному фонду причиняется ущерб, да, он там достигает нескольких миллионов, там, а то и десятков миллионов. Но вот в прошлом году он у нас прошел достаточно спокойно. Несмотря на жаркое лето, да? Ну, да, нет, ну, у нас вот именно такой пожароопасный весенний, да, вот период, да, когда активная такая идет фаза горения сухой травнистой растительности. Пожары были лесные, но ущерба лесному фонду причинено в прошлом году не было. Поэтому вот в прошлом году, так скажем, мы прошли без потерь, без каких-то материальных, а, ну, это не говорит о том, что, как бы, это происходит каждый год. То есть есть у нас и лесной фонд гектарами выжигается, есть у нас и хозпостройки, жилые дома сгорают, поэтому... В энергетике опоры страдают, линии электроэнергии. Да, да, да. Если посмотреть в рамках страны, да, то, как бы, нет, наверное, года, да, когда бы какой-то регион, вот эта беда не прошла стороной. И где-то и целыми поселками выгорает, как бы, поэтому люди лишаются крова и имущества. Ну, и, конечно, потом государству приходится принимать меры реагирования какие-то. Ну, вы назвали уже многие меры профилактики. Это и работа с теми же там черными, так называемыми, копателями. И разъяснение гражданам о том, что не стоит все-таки на своих участках сжечь траву. И проверки, да, которые сейчас, видимо, уже начнутся или начались. Да, проверки уже идут. А еще есть какие-то меры профилактики, которые вы принимаете для того, чтобы уменьшить количество палов травы? Ну, разъяснительная работа с детьми, это делаем упор на вот это, на молодое поколение с тем, чтобы им, так скажем, с самого детства объяснить, что все-таки это неправильное, да, вот поведение, когда мы начинаем ради развлечения, ради какого-то, может быть, облегчения своего физического труда производить сжигание сухой травы, да, что это на самом деле приносит только вред, как бы. И за это, тем более, что предусмотрена серьезная ответственность. А, кстати, какая ответственность за нарушение? Ну, если мы берем вот рядовой, так скажем, случай, да, вот сейчас, если человек производит несанкционированный и производит поджог сухой травянистой растительности с нарушением требований пожарной безопасности, ему грозит штраф от 5 до 15 тысяч рублей. И по предыдущим годам есть ли люди, которые уже эти штрафы получали? Какое их количество, если доходило до этого? Ну, смотрите, у нас в прошлом году мы где-то порядка 30 граждан привлекли к ответственности, там были как предупреждения, так и, значит, штрафные санкции. В этом году у нас уже привлечено три гражданина, то есть по одному уже принято решение о привлечении его к ответственности в виде штрафа 5 тысяч рублей. По двум материалам еще они находятся в рассмотрении, как бы, и в ближайшее время будет принято соответствующее решение. Поэтому работа в этом направлении идет, осуществляются рейды как совместно с представителями органов местного самоуправления, рейды с полицией. И это мера эффективная, как бы, и, конечно, мы этих, так скажем, нарушителей выявляем. Ну, конечно, хотелось бы, чтобы их с каждым годом становилось все меньше, чтобы у нас вот этот плавный переход от зимы к лету, да, вот, чтобы трава вот у нас зеленая побыстрее вышла и, соответственно, этот пожароопасный сезон закончился без каких-либо последствий. — Хотелось бы, конечно, чтобы так произошло у всех радиослушателей. Еще раз призываю не заниматься палами травы. Это не только небезопасно, но еще и стоит денег, потому что вас оштрафуют. И если не хотите делиться бюджетом с государством за то, что на своем участке пытались поджечь траву, не стоит этого делать. Но для того, чтобы все прошло благополучно, понятно, что вы рассчитываете в любом случае на, наверное, не на самый позитивный сценарий, да, в любом случае силы и средства проведены в готовность. Какие это силы и средства в этом году? — Ну, это традиционно наше подразделение федеральной государственной противопожарной службы, а также противопожарная служба субъекта, то есть противопожарная служба Псковской области. В общем количестве у нас готовности 43 подразделения, где ежесуточно несут службу 253 сотрудника-работника, и на дежурстве находятся 86 единиц пожарных автомобилей. В случае какого-то нештатных ситуаций увеличения количества палов будут вводиться соответствующие резервы и подниматься личный состав для того, чтобы усилить силы и средства караулов. — Важный, наверное, вопрос. Как реагировать гражданам, если они стали свидетелями пала травы? Ну, либо вот уже моменты, когда поджигает какой-то человек, ребенок, например, что делать? Либо человек просто едет на машине, видит, что обочина горит, и уже к лесу огонь приближается. Как реагировать? Какой оптимальный алгоритм действия в этой ситуации? — Ну, оптимальный алгоритм, он, конечно, индивидуально в каждом случае, но в целом тут, наверное, есть две ситуации. Первая ситуация — это когда только начинается возгорание, и необходимо все-таки, опять же, оценить свои силы, посмотреть какие-то подручные предметы для того, чтобы на начальной стате ликвидировать данное возгорание. То есть, если это позволяет, так скажем, и физические возможности, и наличие подручных средств, то, конечно, лучше приступить к ликвидации для того, чтобы он у нас не разросся до больших площадей. А если же, конечно, вы видите, что уже достаточно большая площадь охвачена огнем, ну и сейчас где... — Автомобильный магнитушитель уже не справишься. — Да, особенно, знаете, поля, которые значительное время не обрабатываются, там действительно в некоторых случаях, где вот, допустим, трава там несколько лет не выжигалась, то есть не сгорала, и площадь не обрабатывается под сельские хозяйственные работы, то есть там такие, так скажем, бурьяны, да, там высота пламени достигает нескольких метров, как бы действительно, что и там пожарно-спасательным подразделениям ликвидировать это достаточно сложно, а уже не говоря, чтобы человек как бы неподготовленный своими силами... — С лопаткой бросился. — Да, бросился туда. Поэтому если вы видите, что площадь огромная уже, как бы, и действительно вы ничем не сможете помочь, то необходимо вызывать пожарную охрану. 011 с обычного стационарного телефона, 101 с мобильного и также с мобильного 112. — Ну, универсальный, да, конечно, в любой непонятной ситуации вызывать службу спасения, но, наверное, может как-то каждый подготовиться к этому пожароопасному периоду, да, потому что на своем садовом участке, вокруг своего дома провести какие-то подготовительные работы. Что можно сделать, чтобы обезопасить свое имущество, выкосить ли эту траву, выкопать ли минерализованную полосу своими силами, я не знаю, или заготовить бочку воды? Что бы вы посоветовали домовладельцам и дачникам, чтобы обезопасить свое имущество? — Ну, в первую очередь для частного домовладения, это, наверное, наиболее распространенный, актуальный вариант, да, необходимо, самый лучший вариант — это с осени все-таки скосить траву, которая была на участке, убрать ее, соответственно, и для того, чтобы вот сейчас, когда наступает уже весенний период, вот сейчас уже будет на участке зеленая трава, как бы никакой опасности, да, как бы для перехода огня вот с прилегающих территорий не будет. Соответственно, прилегающей территории тоже необходимо убрать, там, очистить от веток, если где-то с деревьев насыпал, от листвы, чтобы, ну, это все лучше делать с осени, потому что, как показывает практика, ну, кто-то, если откладывает это на весенний период, да, то можно не успеть, все идет очень стремительно, как вот там мы начали наш диалог с того, что только недавно паводок был, да, и буквально 2-3 дня, и у нас уже все, у нас уже трава сухая, значит, температуры сейчас у нас резко, по сожалению, такие, на положительные немного ветерка, и у нас уже, как бы, трава готова к тому, чтобы гореть. Поэтому лучше это делать с осени, убрать от горючих материалов свою территорию, прилегающую территорию, и тогда уже точно гарантированно вам, ну, никакой пол травы не страшен. Я призываю всех радиослушателей этому совету последовать, к сожалению, наше время в эфире подошло к концу. Владимир Якунин, заместитель начальника главного управления МЧС России по Псковской области, был сегодня гостем в нашей студии, у микрофона работал Олег Добрынин. Всего доброго, уважаемые радиослушатели, берегите себя, свое имущество, своих близких. Субтитры создавал DimaTorzok